Приветствую вас. Первое, на что я хотел бы, наверное, обратить ваше внимание, это на то, что мне из вашего текста, из вашего первого сообщения показалось, что вы такой достаточно мягкий человек, вы такой достаточно мягкий, достаточно ранимый, достаточно тревожный, я бы сказал, человек, вот, и, соответственно, возможно, вы склонны к гиперопеке. Вот, возможно. Я в этом не уверен, конечно же, но, возможно, вы склонны к гиперопеке. Если это так, если это правда, если вы, действительно, склонны к гиперопеке, то агрессия ребенка вашего, ну, вполне нормальная, потому что адекватной реакцией на гиперопеку является эта сломая агрессия, как раз таки. Вот. Поэтому я думаю, что для начала необходимо определить вашу родительскую модель поведения, вот, и после этого уже будет понятно, на что отправится ребенок, при своем поведении, потому что во многом в этом возрасте поведение ребенка является реакционным. То есть поведение ребенка, это, по сути, исключительная реакция на поведение родителя. Вот. Дальше. Агрессия есть стремление защиты. То есть если ребенок агрессирует, значит он от чего-то защищается. Скорее всего. А если ребенок от чего-то защищается, то, ну, на мой взгляд, в общем, логично, что нужно понять, от чего он защищается конкретно. Что конкретно мотивирует ребенка защищаться. Вот. Потому как на данный момент ситуация выглядит так так, что у ребенка агрессия появляется вследствие неверного восприятия того, что его чуть-чуть чего-то не устраивает. Либо агрессия проявляется как стремление проверить свои силы. Вот. Но, точнее он кусается, точнее он кусается, когда его что-то не устраивает в три года укусить, а тарапать. Это, конечно, негативная история. Вот. И это говорит, опять же, о том, что вы, на мой взгляд, вот своим поведением, может быть гиперопекой как раз таки, а вы его подавляете. Вот. Хотя я здесь не утверждаю, безусловно, наверняка, да, наверняка не могу, не могу утверждать. Но мне видится ситуация такой, то есть мне видится ситуация такой, в таком ключе. Вот. Значит, да, это агрессия, как и то, что он сказал вам про то, что он хочет вернуть и обреть вам голову. Это агрессия. Да. Вопрос только заключается в том, почему она появляется. Почему она появляется, агрессия. Дальше. А, значит, так. Я сказал вам, что мне страшно слышать такие слова, если такое не говорят. Ну, здесь вопрос к вам, на самом деле. Почему вам страшно, как бы, именно страшно почему? Что вызывает страх? Да. А, вот. Это первое. А, второе. То, что вы говорите, что так не говорят, это чисто такое, знаете, родительского, ну, чисто родительского утверждения. Вот. Что значит такое не говорят, если ребенок такое, ну, вообще говорит. Да. Другой вопрос, почему? То есть вот вы не пытаетесь понять ребенка своего. Если он так сказал, значит, у него на это, ну, были, вероятно, какие-то свои причины, причины, так говорить. И здесь желательно бы как раз понять, почему он так говорит. То есть почему он хочет запретить вам голову, например. Да. Вам нужно здесь выступать опорой для своего ребенка. А вы выступаете, по сути, не опорой, а наоборот, как бы, ну, подпитываете его тревожностью. Подпитываете его, если угодно, неустойчивость. Вот. И ребенку себе, ребенку, конечно, хуже, ребенок хуже себя ощущает. Это безусловно. Вот. То есть, да, вы говорите, что вам неприятно, это, в принципе, хорошо, что вы говорите, что вам неприятно. Но, первое, нужно еще и помогать ребенку выражать свои чувства адекватные. Вот. Например, голосом и помогать ему в этом. Вы можете только, стараясь отравить его чувства, да. Стараясь отравить его ощущения, стараясь отравить его самочувствия. Вот, например, вот если он говорит, допустим, что хочет отравить вам голову. Ну, это совершенно очевидно, что, совершенно очевидно, что ребенок чем-то расстроен. Вот. Ну, так, если ребенок чем-то расстроен, значит, нужно, чтобы он высказал то, чем он расстроен. К примеру. К примеру. Да. Вот. Мне кажется, это вполне справедливо. А вы, получается, по сути, просто зажимаете, забиваете его чувства. Хотя, да, вы не наказываете, но в то же время, даже в тексте у вас ощущается некое такое осуждение. Осуждение от того, что делает ребенок. Потому что понимание того, почему он это делает, у вас, суть по всему, нет. Вот. Это откуда такая агрессия у него? Да. Откуда она у него? Вот. Опять же, тот факт, что он говорит какие-то слова, да, плохие, которые услышал от других людей. Это выглядит в контексте того, что я сказал до этого, это выглядит как протест. Просто. Это просто выглядит как протест. То есть, ребенок протестует против той, вот, например, гиперопеки, которая имеет место быть возможно. Если я вправ в этом, то, да, в ребенку несколько больше свободен, позволяя ребенку больше, именно действовать, меньше его опекая, да. Вот. И больше, например, позволяя ему общаться с папой, ну, с мужчинами в целом. Вот. И, возможно, поможете ему лучше осознать ответственность за свои какие-то слова, которые он говорит, за свои какие-то действия, которые он совершает тогда. Потому что, как мама, вы этого сделать неспособны. И это нормально. Вот. Что-то вы читали книгу, вот как вы сказали. Ну, для меня, чтение книг, такое вот, по умолчанию, да, чтение книг по умолчанию, и для меня это означает, что человек не готов полагаться на себя в вопросах воспитания детей. Вот. Ну, просто вот не готов положиться человек на себя. Вот. И вопрос к вам. В чем вы не уверены в себе, раз вы предпочитаете читать книги? Раз вы предпочитаете читать книги, значит, возможно, вы хотите воспитать своего ребенка, как это говорят, правильно. Но правильное воспитание, воспитание далеко не означает лучше, лучшее воспитание. Вот. Так что, здесь я бы вам, конечно, рекомендовал бы обратить как-то вот внимание свое на этот момент. И спросить себя, чем вы руководствуете при взаимодействии с ребенком, да? Руководствуете ли вы собой или стараетесь сделать все правильно? А если руководствуете собой, к примеру, то как это происходит? Как происходит это руководство своими чувствами? Вот. То есть, вот такие примерно вещи я могу вам дать. Такие примерно моменты я могу вам дать. Отключать ребенка вы не отточите, потому что, чем больше вы будете ему запрещать, тем сильнее будет этого вы хотите. Вот. Это, в принципе, общеизвестная история. Вы можете говорить, что вам неприятно, вы можете высказывать свои чувства по поводу этого, вы можете высказывать свои расстройства по поводу этого. Вот. Если ребенку на вас не плевать, ему скорее всего на вас не плевать, то он довольно быстро это делать перестанет. Вот. Я в этом, ну я в этом более чем уверен, что он довольно быстро перестанет это делать. Вот. Ну и побольше, как я уже сказал, ответственности, побольше именно вот таких последствий, чтобы ребенок видел и чувствовал, с чем он столкнется, если будет делать там вещи, которые могут быть неприятные кому-то. Вот. А вам, соответственно, отказ от гиберотеки, если она присутствует, если она присутствует в степени, в степени больше, чем это необходимо. Вот. Плюс, если вас это действительно пугает, то нужно работать и с вашими страхами тоже, потому что ваши страхи могут передаваться ребенку. Вот. И у ребенка это, ну, это не может не вызывать агрессии, по большому счету. У ребенка это не может не вызывать агрессии. Вот. Поэтому я вас понимаю, я вас хорошо понимаю, но как бы ситуация заключается вот в этом, что вы не являетесь на данный момент именно опорой для своего ребенка, а в большей степени являетесь таким катализатором, я бы сказал, ну, катализатором проблемам. Катализатором его переживания нервов. Вот. Опять же, я вас не обвиню в нем, я просто говорю о том, вот, как мне видится эта ситуация в целом. Вот. И что вы в этой ситуации, по моему мнению, опять же, можете сделать. Вот. В деле, конечно, нужно поисследовать то, как и у вас взаимодействие в семье, какая у вас атмосфера в семье, несмотря на то, что вы говорите, что она благополучная. Ну, все же, разрешите мне высказать свои сомнения ввиду употребления матом, да, и ввиду того, что вам может быть страшно вот от того, что ребенок сказал, да, может быть, не самую приятную вещь, но, в общем-то, вещь эта может быть и не самая приятная, но она не должна вызывать у вас страх. Вот, она вызывает и, соответственно, я полагаю, что с этим нужно работать. И именно вам разобраться с этими страхами. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались вопросы, обращайтесь к любому специалисту. Я думаю, что мы вам поможем. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока.